Понимаете, а вы соврали, что у Украины нет таких беспилотников? Просто соврали. Подождите, каких беспилотников? Ну-ка, 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 каких беспилотников? Ну, давайте я с вами немножко останусь. Каких беспилотников нет? Вы записали ролик, вы записали ролик, где написали, что вот там, то, что Монтян сказала, она безумная баба. Ну, разумеется. Отлично. И что у Украины нет беспилотников, которые могут пролететь 15-18 километров, сбросить бомбы и вернуться обратно. Не Байрактара. Байрактар мы убираем. И что после попадания с беспилотника там будет лунка. Не, я такого не говорил. Я говорил, что когда, если это будет боеприпас Байрактара, Мамл-Л или Мамл-Ц, то вот этот вот отметинный будет принципиально другой. Совершенно не такой. В разговоре со мной и в разговоре с человеком, вот у вас на днях, вы тоже нашли какого-то человека, который был... Кроме того, беспилотники никогда так далеко, ударные беспилотники наши, никогда так не залетали. Скажем так, который не мог вам в онлайне ответить. И вы обещали, что вы там через несколько дней зайдите, напишите комментарий. Да, да, да. И его комментарий удалите так же, как вы. Нет, нифига подобного. Его нет. Этого комментария нет. Так что же там за беспилотник такой? Который может это делать? Ну, который... Во-первых, тип боеприпаса, который... Вы разобрались с типом боеприпаса, который был сбросен? Вы когда это все говорили, и вы давали это за чистую монету, вы говорили не про тип боеприпаса. Тут принципиальным есть моментом тип боеприпаса. Давайте по очереди. Нет, нет, давайте по очереди. Вы когда это говорили, вы говорили не про тип боеприпаса, а про то, что у Украины нет беспилотников, которые могут пролететь на такое расстояние. Хотя бы это. Вот вам чудесный ролик, смотрите, Крымреалии. Я вам микрофон поднесу. Подождите, давайте я сначала расскажу, что я там... Да? Вам слышно, что говорят? Я понимаю, о чем вы говорите. А люди слышат, что говорят? То есть человек запустил с Херсонской области беспилотник, с Херсонской области. Он долетает до Армянска, сбрасывает... И куда же ты делся? А потом будешь орать, что я тебя переключил. А вечер добрый. Добрый вечер. Там вчера прервалась связь. Я не сомневаюсь, что вы мне сейчас скажете, что это я переключился. Вы знаете, я не собираюсь это говорить. Ну, неважно. Ладно, будем считать, что это я. Мы там говорили про вот этот случай с беспилотником, как вы считаете, с мальчиком. Именно так. Повторите свой вопрос, а я вам на него отвечу. Или утверждение ваше. А я вам на него отвечу. Вы говорили, что таких беспилотников у Украины нету. Я хотел бы уточнить, каких беспилотников? Ну, вы говорили, что 15 километров – это непреодолимое для беспилотника расстояние. Я уточняю, для ударного беспилотника... Слово, смотрите, а беспилотник, который может пролететь и бросить что-то, это ударный беспилотник? Нет, это разные вещи. Ударный беспилотник – это беспилотник тот, который может прилететь и обладает прицельными приспособлениями для прицельного сбрасывания боеприпасов. Вы знаете, вы об этом не говорили. Вы об этом не говорили. Нет, это я вам объясняю, что такое ударный беспилотник. Вы об этом не говорили. Я говорил про ударный беспилотник, да. Слово ударный беспилотник. Вы знаете, я думаю, вы все разговоры пишете. Если вы пишете этот, ну тогда накажите меня. Я же имел в виду... Давайте поучаствуем. Возьмите тот разговор. И покажите, что вы там говорили слово ударный беспилотник, а я начал с этим спорить. Вы говорили не так. Вы сказали, что у Украины нет беспилотников, которые могут пролететь такое расстояние и сбросить бомбу. Нет, это неправда. Простите, у вас есть все шансы меня просто... У вас же все ходы записаны. Возьмите ту запись, покажите, как я вас сейчас обманул, и все. Зрители все поймут. Второе. Вы говорили, что у вас есть, что если падает с беспилотника что-то, будет воронка. Вот с этими двумя вещами я не согласен. Там воронка была, просто маленькая воронка. Вы говорили, что там воронка с ладошку, с кулачок, а если бы это было с беспилотника, была бы настоящая воронка. С Байрактара, как лгали некоторые ваши СМИ. Ваши СМИ, говоря о беспилотнике. Я сейчас не за наши СМИ говорю, я говорю за себя. А я же... Мы же обсуждали тот ролик, который я выложил про анализ этой ситуации. Правильно? Угу. Ну. В этом ролике я говорил о том, что это ложь российских СМИ, которая была подтверждена... То есть, когда они рассказывали об этом, показывали, ну, российские, пророссийские, показывали фотографию Байрактара. Да какая разница, что они показывают? Причем, нет, как это, какая разница? Если они говорят, если они говорят, что это удар беспилотника... Причем, нет, есть я и вы. Вот вы говорите, вы в нашем с вами разговоре, вы говорили, что первые беспилотников, которые могут пролететь 15 километров и сбросить что-то, у вас нет. Ударный беспилотник, ударный беспилотник. Извините, пожалуйста, извините, пожалуйста, слово ударный тогда не звучало. Слово ударный... Слушайте, вы можете все, что угодно, может, вы не дали мне возможность это сказать. Ударный, речь идет, я говорил... Вы же, подождите, мы же тогда обсуждали вот этот мой ролик про Татьяну Монтян и как она это показывала, правильно? Мы обсуждали две вещи. Первая, ваш ролик, но я его посмотрел потом. А второй, у нас с вами был разговор, вот вы человек, я человек. И мы с вами говорили об этом случае. Да, разумеется. И вы говорили, что у Украины нет беспилотников, которые могут пролететь 15 километров и сбросить. Это манипуляция. Подождите, какая разница даже, что я говорил? Речь идет не просто о каком-то беспилотнике. У меня есть предложение какое. Давайте говорить по очереди, если сейчас ваше, я вас слушаю. Ну давайте, смотрите, речь идет именно об ударном... Давайте не будем, так сказать, подменять понятие и манипулировать. Речь идет именно об ударном беспилотнике. О беспилотнике, который может пролететь такое расстояние и сбросить прицельно боеприпас. Вот что такое ударный беспилотник? Таких беспилотников, секундочку, у нас есть на самом деле, это Байрактар ТБ-2. Аппарат, который может пролететь такое расстояние и сбросить прицельно, как ваши СМИ утверждали, на ребенка боеприпас. Никто не утверждал, что прицельно... Прицельно, да-да-да. Ваши СМИ, что это специально. Слово прицельно, это тоже ложь. Что вооруженные силы Украины их убивают? Ведь оператор беспилотника, он прекрасно видел через камеру, на кого он скидывал взрывное устройство. Нет, нет, ваши СМИ именно нагнетали эту ситуацию. У вас есть прекрасная возможность, мои слова, слова ложь, вот просто подкрепить, как обычно, знаете, люди делают блогеры. Просто дальше СМИ, где будет говорить прицельно, это было прицельно... Да, разумеется, в ваших пропагандистских передачах... Угромная просьба, пожалуйста, вот эти мои слова также развенчайте. В ваших пропагандистских передачах речь шла, причем, может быть, даже в большинстве случаев, когда об этом рассказывали, что это специально нужен был ребенок, сакральная жертва. Ну, новый распятый мальчик, который был... Я правильно понимаю, что ролик, который вы выпустите, там вот за этими словами, вы дальше найдете вот это с наших... Да, это несложно сделать. Вы вставите и вставите, и вставите, и вставите снова прицельный, вот там будет всего прицельный удар. Да, 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 намеренно, специально, вот именно, что, более того, ваши СМИ, ваши СМИ говорили о том, что оператор дрона в прицел не мог не видеть, что это ребенок. Ведь оператор беспилотника, он прекрасно видел через камеру, на кого он скидывал взрывное устройство. Была такая фраза. Отлично, 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 отлично. Вот самое время это вставить и показать. Самое время... Разумеется. Да, я, вы знаете, не поленюсь, это легко вставить. Обязательно это вставить. Теперь смотрите, в чем мои вопросы к вам? Мои вопросы к вам? У нас с вами был разговор, где в этом разговоре вы со мной, общаясь, сказали, что, первый, у Украины нет беспилотников, которые могут пролететь 15 километров. Ударных беспилотников? Простите, пожалуйста, вот я же вас вроде достал. Не, ну это ж манипуляция с вашей стороны. Нет, 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 извините, пожалуйста, тогда у меня к вам еще одна просьба, она уже была на самом деле. Вы ту запись, пожалуйста, возьмите, и вот когда вы говорите, вы свои слова возьмите, где вы будете говорить ударных беспилотников, вот в такой же коннотации, можете в любой другой коннотации, но чтобы вы говорили слово ударных, чтобы еще раз показать, как вы меня поймали на слове, понимаете? Я не хочу вас ловить на слове, мне это не нужно. Не, 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 я понимаю, потому что, потому что вы не говорили... Кроме того, беспилотники никогда так далеко, ударные беспилотники наши, никогда так не залетали. Ударных, потому что вы говорили, что у Украины нет беспилотников, которые могут пролететь 15 километров и что-то сбросить. Я не мог этого сказать, а объясняю почему. Есть, например, беспилотник Лалека, это разведывательный беспилотник, он может пролететь такое расстояние. И второе, и второе. А второе то, что если беспилотник сбрасывает что-то, будет воронка, и это не ладошка. Я готов сейчас показать три видео. Первое видео, как ваш беспилотник с территории Херсонской области взлетает и разбрасывает листовки над Армянском. Покажите это видео, а я вам скажу, в чем заключается ваша ложь и манипуляция. Ну, давайте. Пожалуйста. Сейчас вы покажете видео, где загружается в беспилотник вот эти вот карточки, такие листовки, правильно? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вопрос в чем, что это же не ударный беспилотник. Покажите меня, пожалуйста, про слово вы говорили, когда мы с вами спорили. Нет, подождите, подождите. Давайте так, у нас еще минут 10 есть. Сейчас уже моя очередь вам отвечать. Ну так показывайте видео, а я прокомментирую то, что вы скажете. Сейчас уже моя очередь вам отвечать. Так вот, в нашем с вами разговоре слова ударный не было. Дальше пачка листовок, которые туда засовывают, это книжка. Это книжка из бумаги, понимаете? Ну, пачка, пачка листовок. Пачка листовок. Это книжка из листовок вот такой толщины, то есть это книжка, книжка как бы, бумажная книжка фактически, понимаете? Ну, например, килограмм листовок, давайте по массе. Килограмм листов вполне. Я думаю, что там, сколько весит книжка, короче, столько, сколько весит хорошая толстая бумажная книжка. Ну, хорошая толстая книжка, да. Да, сколько весит хорошая толстая бумажная книжка. Я микрофон поднесу, чтобы вам было видно. Да, вот они загружают пачки листовок. Это Крымреалий. Да, да, да. Я подтверждаю, так сказать, что это подлинное видео. У меня вопрос. Какой вывод вы можете сделать из этого видео? Вывод очень простой. Когда мы с вами говорили, главный упор был с вашей стороны, у Украины не было технической возможности это совершить. Это ложь. И второй вывод, что если бы это был беспилотник, была бы воронка. Могу на это показать такое же видео, где российский беспилотник, аналог Байрактара, он называется Орион, «Поражает на полигоне цель осколочным боеприпасом». Цель разнесена, а на земле воронки вообще нет, потому что боеприпас осколочный. Я могу вам ответить? Пожалуйста. Смотрите, в чем заключается ваша ложь и манипуляция? В том, что вы показываете беспилотник, который сбрасывает листовки. Ну, там, например, килограмм, два этих листовок. Вот. И беспилотник, который сбрасывает листовки, это не ударный беспилотник. Почему? Потому что ударный беспилотник, он должен иметь систему прицеливания. То есть он должен кидать, не разбрасывать вот так, как сеятель, вот эти вот листовки. Для того, чтобы листовки распространять, не нужны прицельные приспособления. Именно поэтому у нас есть беспилотники, в частности, разведывательные беспилотники, которые не несут ударной функции. Например, Лелека. Или там похожие на него, так сказать, беспилотники, которые являются разведывательными. В частности, Лелека. Да, она может пролететь эти 15 километров, но это не ударный беспилотник. Лелека не сбрасывает боеприпасы. Подождите, я договорю. В качестве ударных беспилотников реально есть два варианта. Это Байрактар ТБ-2 с бомбами Маммл-Л и Маммл-Ц, которые однозначно оставят там боеприпас кумулятивный. Ну, он боеприпас, скажем так, комбинированного действия. Это кумулятивный боеприпас для поражения бронетехники одновременно с осколочно-фугасным действием. Маммл-Л и Маммл-Ц. Вот. Ну, там могут быть детали, но суть не в этом. Именно эти боеприпасы образуют воронка, которая совершенно несовместима с той фотографией, которую ваши СМИ, там эти Монтян и прочее. Это не был Байрактар. Никто не говорит, что был Байрактар. Не был Байрактар. Давайте тогда Байрактар сразу за скобки. Значит, это самое. Что еще может применяться в качестве, скажем, ударного беспилотника? В качестве ударного беспилотника, который может сбрасывать прицельно боеприпас, может использоваться квадрокоптер. Бинго. И для этой цели используется, в частности, фантом. Вот. Да, действительно, он может небольшой боеприпас сверху, потому что он может использовать свою камеру, глядя сверху, как прицельное приспособление. Вот этот вот. Вы здесь видели, что оператор видит, куда он бросает листовки. Он видит, я прошу меня простить, он видит, что он летит сейчас над Армянском. Он это видит. И он нажимает на кнопочку, открывается лючок, и это вылетает. Теперь смотрите. Это же не прицель. Подождите, я тогда отвечу вам. Подождите, вы меня перебили сейчас. Это правда, простите. Так вот, смотрите, в случае с беспилотником, который сбрасывает листовки, у него нет прицельного приспособления. Раз. Это там не прицел, это разведывать, это камера, которая просто дает оператору возможность. Там же нет вот этого самого крестика прицела. И нет, не было, и быть не может. Я понял. Разведывательный... Секундочку, я договорю. Я договорю. Я договорю. Я договорю. Нет крестика, значит, это не мы. Ну, ребят, это смешно. Секундочку, я договорю, зачем вы меня перебиваете? Вы поймите меня, пожалуйста. Зачем вы меня перебиваете опять? Вы меня простите, но ересь. Смотрите, для того, чтобы сбрасывать... У меня к вам есть вопрос. У меня к вам есть вопрос. Когда... Ну, сейчас вы меня перебили. Я свинья. Когда во Второй мировой войне летел самолет по два, и просто человек брал бомбу, просто брал бомбу, и вот так вот ее бросал. Скажите, пожалуйста, это был ударный вообще самолет, или что это было? Да, это был ударный самолет. Ну, переделанный в ударный самолет. Бинго! Скажите, пожалуйста, какая система прицеливания у нее была? Сам человек, да. Сам человек? Отлично. Тот человек, который видит в камеру, над чем летит сейчас самолет, это такая же точная система прицеливание. Да, несовершенное, поймите, да, несовершенное. А у меня вопрос, почему, секундочку, у меня есть вопрос тогда, подожди, вы меня перебили, сказали, что вы свинья. Но я с вами, но я с вами, я отчасти согласен, но я с вами, но я с вами, поймите, спорю, не из-за этого, поймите, я с вами спорю с вашими фразами, что вы говорили, вот первое, о чем мы с вами стали спорить, вы говорили, у Украины нет технической возможности такого делать, таких беспилотников, которые вот столько пролетят и сбросят, не барактаров, у нас нет, это ложь. И второе, если что-то сбросят, будет воронка, это тоже ложь, все, все, все остальные домыслы, ой, тут нужен прицел, тут нужен крестик, это не ударный, понимаете, это все смешно. Вы показываете, секундочку. Ну охота, ну охота вам, ну охота вам, вот тут вот это жонглировать, вот этим. Нет, это вы жонглируете, вы показываете, секунду. Это все равно, что понимаете. Подождите, вы меня перебили и достаточно долго говорите, вы показываете беспилотник, который сбрасывает листовки, в котором нет прицельных приспособлений, и вы даете его, что якобы этот беспилотник мог прицельно, ну как ваши СМИ говорят, что это специально была атака против ребенка. Первое, наши СМИ никогда не... Еще раз. Ведь оператор беспилотника, он прекрасно видел через камеру, на кого он скидывал взрывное устройство. Специально была атака против ребенка. Говорили, я это очень легко опровергнуть. Наши СМИ не говорили, что это было специально... Ваши СМИ именно это говорили. Если я приведу здесь... Я вам сказал, в том разговоре. Если я приведу здесь, что вы скажете? Я вам сказал, в том разговоре. Я вам сказал, в том разговоре, что я прекрасно понимаю, что ребенка специально никто убить не хотел. Я вам сказал... Вы противоречите вашим СМИ? Слушайте, это СМИ, СМИ. Я отвечаю за себя. И более того, ваша попытка... Ну тогда скажите, что это ложь ваших СМИ. Ложь и манипуляция. Но в этом случае, когда вы пытаетесь перевести стрелки зачем-то на наши СМИ... Я не знаю, при чем тут наши СМИ. Есть то, что вы говорили... Нет, но есть ложь ваших СМИ. Есть ваши аргументы, есть мои аргументы. Давайте я вас сейчас выслушаю и потом скажу сам. А есть какие-то СМИ. Когда закончите, скажете. А есть какие-то СМИ. Наши, ваши. Понимаете, при чем тут эти СМИ? Я видел ту волну, которая была в наших СМИ по поводу этого ребенка. И она была, конечно. И те, кто говорят, что убили мы, потому что мы готовились это использовать как повод, чтобы вторгнуться. Ребята, прошло уже почти без двух дней, две недели. Никто не убивает ребенка специально. И потом через несколько недель начинает войну. Если бы это сделали мы и сделали это специально. На тех, кто это сделал, бомбы посыпались бы. Ну максимум послезавтра. А этого не случилось, ребят. И в этом случае, простите, мне, если честно, за вас стыдно. Почему стыдно? Я понимаю, что ребенка убили не специально. Я это понимаю, понимаете. Но ваши аргументы, когда взрослый человек, более того, который имеет какое-то отношение к инженерным вещам, судя по тому, на что вы там собираете деньги, что передаете, вы, по всей видимости, инженер, понимаете. И когда этот инженер говорит, у нас нет беспилотников, которые могли это сделать, я вот с этим начинаю спорить. Когда вы сейчас говорите, что там нужно прицельное приспособление, простите, пожалуйста, уважаемый Александр. Ударный беспилотник обязательно с прицельным приспособлением. Как это может быть? Извините, пожалуйста. А мог ПО-2 без ударного приспособления сделать то же самое? Там самим прицельным приспособлением. Кстати говоря, вполне возможно, что на ПО-2 там же были бомбардержатели. Вот я, честно говоря, не знаю технических подробностей. На ПО-2 были бомбардержатели или нет? Там какие-то были самолеты, где были, где-то просто вот так рукой бросали бомбу, и она летела. Без разницы, понимаете. И то, и другое, это несовершенное прицельное приспособление. Как и кнопка из камеры, которая у вас есть на беспилотнике, это тоже несовершенное. Да, оно несовершенное. Да, оно неточное. Да я же не говорю, что оно мегаточное. Зачем вы начинаете спорить, что оно плохо работает? У меня еще тогда вопрос. Скажите, подождите, можно я перебью вас? Вы же меня перебили. Были ли подобные случаи, чтобы ударные украинские беспилотники что-либо сбрасывали на такой глубине в тылу? Были ли такие случаи? Я имею в виду, не что-то сбрасывали, чтобы вы не цеплялись к моим словам, а сбрасывали ли боеприпасы украинские беспилотники в достаточно глубокий тыл? Вы поймите, пожалуйста. Я вас спрашиваю, задаю вам вопрос. Я отвечаю, я отвечаю. Поймите или не поймите? Отвечайте прямо. Спасибо, что вы мне проскочили. Вы знаете ли вы такие случаи? Спасибо, что вы мне помогаете отвечать. Так вот, я вам хочу сказать, что были случаи, когда вот точно так же накануне, за год где-то до того погибла девушка. Тоже говорили, что это беспилотник, понимаете? Доказать это потом, когда что-то сброшено, никто уже реально, ну это трудно сделать, понимаете? А вы лжете, знаете почему? Подождите, вы же спросили, я отвечу, вы расскажите. Вы лжете, знаете почему? Так вот, понимаете, сам вопрос, сам вопрос, были ли такие случаи? Были ли такие случаи раньше? Именно, на такой дистанции, чтобы была работа. Послушайте, послушайте, понимаете, была ситуация, когда никто не применял авиацию, например, там, авиацию, вот как ее применили впервые на Перл-Харборе японцы. Вопрос задавать, а были ли такие случаи раньше? Да какая разница, были или нет? Вот он произошел. Были ли такие случаи раньше? Это не аргумент, он вообще ни о чем, поймите. Это не аргумент. Так скажите, что таких случаев не было. Более того, более того, более того, я вам говорю, все, с чем я спорю, я спорю с вашими словами. И с вашей позиции, которая есть в этом ролике, у Украины нет таких беспилотников, которые могли это сбросить на 15 километров. Я спорю только вот с этим. И если у человека есть голова, он уже давно понял, что здесь правда, что здесь ложь. Разумеется. Ну, будет тогда, так сказать, раз вы больше, так сказать, цепляетесь к формулировкам, я почти уверен, что это легко будет, так сказать, опровергнуть мне. Но, обратите внимание, ложь ваша заключается в том, что вы когда сказали, что вот в случае с девушкой, вот этот случай, он был вблизи с линии фронта. Вы лжете, что на такой дистанции... Вы опять, вы опять говорите про расстояние. Я же с вами говорю, да, мы спорим про расстояние. У вас первоначальный посыл был. То есть, смотрите... У вас первоначальный посыл был, вы его повторили, спасибо, что на такое расстояние это нельзя. Я вам показал одно видео. Могу показать видео, где коптер, обычный, коптер аккумуляторный, коптер аккумуляторный, взлетает с Керчи, пролетает Крымский мост туда 19 километров и обратно 19 километров. Коптер обычный, даже не двигатель внутреннего сгорания, понимаете? И поэтому ваша фраза, что на такое расстояние беспилотник... Но это же ваш коптер. Коптер такого класса. Это китайский коптер, у вас такие же. Нет. Что на такое расстояние, что на такое расстояние он не летает, это ложь. Вот все, что... А вы этой ложью засрали мозги всему вашему вот этому блогопространству, понимаете? И вы как просто по командочке начали эту муть, этот фейк, понимаете? Это вы про себя говорите. Я прям про себя говорю? Ну, хорошо. Ну, конечно. Ну, ладно. По-моему, так сказать, времени уже, так сказать, достаточно прошло. Я специально сегодня вечером вышел, чтобы полистал и нашел вас. А вы меня сегодня специально искали? Да, разумеется. Потому что вы же обвинили меня во лжи, а я сказал, что это очень легко опровергнуть. Все, ждем опровергнуть. Я думаю, что люди, которые видят наше видео... Нет, идет запись. Более того, я врежу туда... Я думаю, ну, там чуть-чуть потрачу времени, минут там 10. Я думаю, очень легко будет найти ваших пропагандистов. У меня к вам огромное... Если самое главное... Самое единственное, что вы можете, это что вы цепляетесь за слова, и то я не уверен, что вы делаете правильно. У меня к вам огромное... Оправдывая эту мерзость, да. Не делайте, пожалуйста, в нашем ролике купюр. Будет врезка. Врезка будет. Врезка то, что нужно. Врезка будет. И у меня к вам большая просьба, сделайте, пожалуйста, две врезки. Первую врезку, где вы говорите в первом нашем разговоре про ударные... Я просто приведу наш первый разговор. Он там буквально несколько минут. В начале ролика я приведу... Ну, я с вами не договариваюсь ни о чем. Это я говорю своим зрителям. Потому что с вами договариваться, это такое... Бесполезно, я понимаю. Совершенно бесполезно, да. Я приведу просто наш первый разговор. И второй разговор с врезками, ну, соответственно, ну, я имею в виду, по крайней мере, с российскими СМИ. Хорошо, я вас понял. Еще у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто вы это делаете или кто-то, кто у вас чистит комментарии под вашими видео без мата? Вот я, например, со своего аккаунта писал у вас комментарии. Я, вы видите, не матерюсь. Выпиваю редко. Бывает, что выпиваю, но не часто, понимаете. И я абсолютно нормальным, нематерным языком изложил эти аргументы. Я это делал под вашими двумя видео несколько раз. Комментарий висел, не знаю, там, пару минут. Кто у вас их удаляет и почему? Значит, рассказываю вам. Комментарии, вообще-то, удаляю я. Так. Зафиксировали это дело. Да. Удаляю далеко не, я не могу все время мониторить комментарии. Бывает, что комментарии там либо ваших ботов, или каких-то там, скажем так, деятелей, которые там пишут какую-нибудь гадость, оно может висеть достаточно долго. И мне мои зрители пишут, что, Саша, там у тебя какой-то там завелся то ли бот, то ли деятель, то ли еще кто-то. Удали, пожалуйста. Ну, были такие случаи. Кроме того, мои друзья очень часто пишут мне, что они оставляют комментарий без мата, и он пропадает. Кто же их удаляет? Так я же, вот, вот, вот же ж вопрос. То есть, комментарии моих, я наоборот, попрошу моих друзей, говорю, ребята, пишите комменты. Будь ласка. Да, да, да. О, кто же это делает, господи. Ну, у меня к вам вопрос, у меня к вам вопрос. Это же, наверное, я сижу и каждые две минуты, да, удаляю комментарии. Я вам писал комментарии, без мата. Вот эти аргументы, которые я... Вот у меня друзья тоже говорят, что без мата написали комментарий, удалился комментарий. То есть, с вашей точки зрения, они сами удалились, правильно? Возможно, YouTube, я не знаю. Возможно, YouTube, но я вас понял. Более того, по-моему, со ссылками... Зарвался кондиционер, они сами в себя стреляют, и комментарии сами в себя удаляют. Все. Более того, пожалуйста, более того, я же говорю вам, что комментарий со ссылками за последнее время я не удалял. Я мог удалить комментарий, в котором была, так сказать, либо ложь, либо манипуляция, либо какая-нибудь мерзость. Вот честно говорю, я не помню, знаете, сколько у меня там это самое. Но, кстати говоря, вот я регулярно чистил комменты. В последнее время почти не бывает вот этой вот гадости. Никто не срёт мне в комментах. Это очень хорошо. Сотни комментов. Я тоже к вам в комментах, простите, не срал, не матерился. Я просто сложил свой... И ещё, друзья... И вдвойне мне было странно, потому что я, в принципе, изначально относился к вам как к адекватному человеку. И вдвойне мне было... Сейчас, если честно, простите, не отношусь. Не обижайтесь, но не отношусь. Это очень хорошо. Мне очень это нравится. Я понимаю. Ещё, друзья, один очень важный момент. Простите, простите. Вы, пожалуйста... Сейчас, подождите, секундочку, чтобы я не... Когда ты пишешь честному человеку, вот честному человеку, просто с открытым забралом, со своего аккаунта ты пишешь, обращаясь на «вы», без мата, излагаешь эти аргументы, и этот честный человек это затирает... Нет, не честный. Если это ложа манипуляций, то это мерзость, вполне можно. Этот честный человек в моих глазах перестаёт быть честным человеком. Это очень хорошо. Это замечательно. Ещё, друзья, очень важный момент. Не ставьте в подобайки, не ставьте лайки с самого начала просмотра. Посмотрите хотя бы большую часть ролика, и только после этого ставьте в подобайку, ставьте лайк. Потому что ставьте палец вверх, потому что это негативно воспринимается нашим замечательным Ютьюбом. Он воспринимает... У вас ко мне остаются ещё вопросы? Это самое... Я уже, по-моему, сказал, что я хотел, показал в достаточной степени вашу ложь и манипуляции. Всего доброго. Продолжение следует...